Добрый день, уважаемые коллеги! Я надеюсь, меня хорошо слышно. И я вас приглашаю на наш первый вебинар текущей недели. Вебинар проведет Андрей Володин, но об этом чуть попозже. А пока два слова, как всегда, общих, которые я говорю перед вебинарами. В самом начале нашего чата находятся две важные ссылки. Первый из них ведет на наш сайт, на главную страницу, где находится наше расписание. И в этом расписании это расписание в общем и целом актуально вплоть до июня месяца 2018 года. И в нем можно зарегистрироваться на все вебинары, которые вам интересны в этот период. У нас много новых спикеров, так что просмотрите расписание снова. Будет много интересного и еще будут появляться новые спикеры в ближайшее время. У нас есть еще вакансии на ближайшее время и есть много интересных задумок. Вторая ссылка ведет на наш видеоканал на YouTube, на котором будет через некоторое время, в конце этой недели точнее, размещена запись этого вебинара. И где уже у нас хранятся записи почти 250 наших вебинаров. Милости просим на наш видеоканал в YouTube. Подписывайтесь, чтобы быть всегда в курсе дел. Ну и как всегда, я хотел бы вам проанонсировать два наших следующих вебинара. Вебинара, которые состоятся завтра и послезавтра. Завтра у нас пройдет вебинар, очень интересный вебинар Владимира Наумова. Владимир – это лицо суперизвестное, можно сказать, гуру в области онлайн-обучения. И его вебинар «Как прийти к идеальной модели смешанного обучения» пройдет завтра. Через некоторое время Владимир будет проводить свой курс. Возможно, он о нем тоже немножко расскажет. Он пройдет, если не изменяет память, середины марта. Но в любом случае, Владимира послушать всегда интересно. И я вас приглашаю на это мероприятие. Ну и 28-го, в последний день зимы, 28-го февраля, Любовь Крашенинникова, прошу прощения, прочтет, проведет вебинар «Как преподавателю стать тьютором. Путь к долговременной конкурентоспособности». Тоже должен получиться очень интересный вебинар. Собственно, все сказано в его названии. Это призыв к преподавателям становиться тьюторами и создать в себе новое качество некоторое, которое позволит вам быть более конкурентоспособными в области преподавания и более соответствовать современным требованиям. Ну что ж, а теперь перейдем к нашему сегодняшнему вебинару, который я тоже очень долго ждал. Мы с Андреем договорились об этом вебинаре еще в августе. Ну вот так получилось, что попал он только на конец февраля. И я долго ждал этот вебинар, потому что Андрею всегда чрезвычайно интересно слушать. А сегодняшняя тема, она супер актуальна, потому что она междисциплинарна. А все, что нового сейчас происходит, происходит именно в междисциплинарной области. И это одно из самых интересных и актуальных направлений сегодняшнего дня. Я, со своей стороны, как человек, который начинал, в некотором смысле остаюсь технарем по своей сути, но который очень много внимания и времени уделил гуманитарным направлениям, таким как работе с контентом и так далее. С большим воодушевлением вообще к таким темам отношусь. И я очень рад, что сегодня нас здесь собралось достаточно много народу. Я надеюсь, что Андрея мы с удовольствием послушаем. Ну что ж, я приглашаю тогда Андрея на связь. Андрей, сам, как всегда, остаюсь в чате. Если будут проблемы, обращайтесь. Добрый день. Слышно ли меня? Все хорошо? Правильно я понимаю? Итак, дорогие коллеги, очень рад всех видеть в этом вебинаре. И сегодня я достаточно кратко постараюсь рассказать о том, что за новое направление, которое появилось примерно 10-15 лет назад как виток осмысления технологического использования или цифрового поворота в гуманитарных науках. И сегодня за ним закрепилось понятие «digital humanities», которое не всегда переводится на русский, но иногда используется такой неологизм цифровой гуманитарной науки. Я буду говорить о том, как это направление складывалось и в чем, собственно, соль подхода. Но хочу начать немного издалека, потому что цифровой поворот в гуманитарных науках во многом связан с тем, в какой степени мы в состоянии оцифровать окружающий нас мир. И я первый вопрос, который хотел бы вам задать, подумать, это какие чувства есть у гуманитария. Потому что, когда мы задаемся о том, что же мы должны прочувствовать, и что нам дает, и что не дает оцифровка, то здесь как раз возникает вопрос о возможности понимания и прочувствования того, что происходит. И чаще всего, не знаю, как вы, мои студенты всегда обычно вспоминают аристотелевскую модель, что есть слух, осязание, зрение, обоняние и вкус. Но в действительности, даже если мы посмотрим на этот подход, то мы достаточно ясно понимаем, что еще далеко не все оцифровывается. То, что оцифровывается, обычно связано как раз с тем, что мы видим, и недаром столь популярная в настоящее время метафора черного зеркала связана с тем, что большая часть цифрового мира воспринимается зрительно. Если мы обратимся к современным концепциям чувств, то узнаем, что они разделяются всего на три вида – световые, химические и механические. И большая часть дигитализации, оцифровки и того, с чем мы сталкиваемся в цифровых реалиях сегодня, как раз относится к световым чувствам. Конечно, есть много дискуссий о том, в какой степени, допустим, роботизация приведет к созданию механических чувств у нас и насколько они будут естественными. И есть немало разговоров о том, что в ближайшее время мы сможем быть связаны с, скажем, химическими чувствами, которые передаются за счет картриджей, например, как передается цвет в принтере, и это нас ни капельки не удивляет. Но почему в этом аспекте крайне важно рассуждение о современной гуманитарной науке? Потому что главное, чем занимается исследователь, это попытка получения информации и ее обработки, превращения в результат, который будет осмысленным и позволит прийти к каким-то выводам. Поэтому главный вопрос, который гуманитарии задают сегодня в рамках обсуждения digital humanities и цифровых гуманитарных наук, какие чувства и в какой степени поддаются цветовой передаче. Надо заметить, что мы еще не так много уделяем внимания тем технологическим изменениям, которые происходят. Мы знаем о них, но очень часто мы не сравниваем, например, современную фотографию с фотографией, скажем, 60-х годов. А с точки зрения гуманитарии это крайне важный момент. Почему? Потому что известно немало случаев, когда, допустим, известные артефакты остаются у нас для исследователей будущих только на старинных, старых, скажем так, фотографиях. И можно ли с ними работать так же, как с современными, оцифрованными, например, в 3D-артефактами. И поэтому ключевым вопросом становится вопрос, в какой степени мы сегодня готовы к цифровизации окружающего мира и в какой степени это дает нам возможность по-новому понять многие гуманитарные проблемы и взаимосвязи выявить в окружающей нас среде. В связи с этим вспоминается цитата из Маршала Макклюена, который, являясь одним из ключевых до сих пор теоретиков медиа, говорил о том, что мы сильно стремимся к технологической симуляции сознания в надежде на то, что если не нейросети и искусственный интеллект, то что-то дальше сможет воссоздать наше сознание и подход к тому пониманию мира, которое будет более полное и, возможно, более разнообразное, чем свойственно человеку. Потому что с точки зрения компьютерных технологий часто, хоть и в шутку, но говорят, что человек проигрывает, потому что он вынужден последовательно получать информацию и не склонен к параллельному восприятию. Но значит ли это, что человек остается за рамками исследовательского процесса? Конечно, нет. Прежде всего по той причине, что работа с многообразными смыслами далеко не так просто автоматизируется, алгоритмизируется, и в большей части случаев мы не в состоянии автоматически придумать подход. Он должен быть творческим. И, собственно, в этом одна из главных целей того, что сегодня называется Digital Humanities. И сейчас мы кратко переходим к тем основным стадиям развития этого направления. Есть занятный сайт, он так и называется whatisdigitalhumanities.com, где каждый раз, обновляя страничку, вы можете получить новое определение от самых разных исследователей со всей планеты. И этот сайт интересен именно тем, что разнообразие определений говорит о том, что в разных частях света и в разных специальностях, скажем, в лингвистике, в истории, в археологии, в этнологии к этому относятся по-разному. Но важно то, что это сегодня своего рода такой зонтичный термин, как сказано, амбрелло тем, который обобщает очень разные школы, разные подходы и позволяет нам увидеть, в какой степени, с одной стороны, дигитализация, с другой стороны, датификация, когда мы все больше работаем с данными разнородными, сложными, приводит нас к пониманию новых задач и новых возможностей, в том числе и в гуманитарных исследованиях. Одним из программных документов в цифровых гуманитарных науках является манифест Digital Humanities. Он переведен, в том числе, и на русский язык. Будет время и интерес, почитайте. Но его смысл очень простой, что сегодня сложно представить себе гуманитарные исследования без поддержки компьютерных, онлайн и других технологий электронного документа оборота. И раз так, необходимо понять, есть ли какие-то стандартные процедуры, стандартные подходы, которые масштабируются для гуманитарных исследователей на всей планете. Если мы посмотрим на определения, то они обычно очень разнородные, и в частности в нашей Википедии почти калька с английского определения, что такое цифровые гуманитарные науки. Но главное, что можно заметить, что речь идет прежде всего не о дисциплине, а об области исследований, которые, в общем, занимаются очень разными задачами. Потому что дирество химэнити существует, скажем, и в музейном деле, и в археологических исследованиях, и в этнологических исследованиях, в лингвистических огромный пласт современных цифровых гуманитарных наук. Но почему важно заметить, что это направление стало формироваться в середине 2000-х годов? Потому что это был своего рода момент перехода к новому осмыслению возможностей компьютерных технологий. Если мы посмотрим на вторую половину, ближе на последние два десятилетия XX века, то, конечно, компьютерные вызовы были повсюду, но большая часть гуманитариев рассматривала это как своего рода отдельную область, которая напрямую не взаимодействует с исследовательским мейнстримом. Компьютеры применяются, но они чаще всего применялись для количественных методов, а количественные методы далеко не всегда входили в ядро исследований гуманитарных, наверное, за исключением компьютерной лингвистики. Но, тем не менее, логика подхода к цифровизации заключалась в том, что это попытка к компьютеризации гуманитарных исследований. В 2004 году выходит первый компаньон к цифровым гуманитарным наукам. Его легко найти онлайн, называется Companion to Digital Humanities. И здесь вы видите на слайде оглавление этого сборника. Оно очень разнообразное, потому что отражает тот момент середины 2000-х годов, когда складывалось ощущение, что в каждой дисциплине есть свой подход к цифровизации, свой подход к тому, как применять цифровые источники, электронные источники к собственным исследованиям. Но прошло немалый лет, и в 2012 году в Университете Миннесота стал издаваться сборник, который называется Debates in the Digital Humanities. Это уже отражение совершенно другой эпохи и другого подхода, но вместе с тем не снижающего остроты дискуссий. Я очень советую вам как-нибудь зайти по ссылке на сайт этой книги, которая с прошлого года становится ежегодником, посвященным цифровым гуманитарным наукам. Она очень интересно устроена, потому что пользователи зарегистрированные могут оставлять комментарии буквально к каждому абзацу из любого из эссе, входящих в этот сборник. И обычно любой комментарий вызывает отклик авторов. И часто начинаются дискуссии предметные по разным сюжетам, связанным с дебатами о цифровой гуманитарных наук. Это крайне важный сборник, потому что он показывает новые подходы, которые скорее свойственны сегодняшнему дню. Логика этих подходов в том, чтобы увидеть разницу общего, что дает нам дегитализация, идентификация и прочие новые возможности компьютерного и онлайн использования информации. И каким образом каждая из гуманитарных дисциплин пытается увидеть свои особенности. В частности, я сам по специальности историк, и в одном из сборников была как раз статья, посвященная тем, чем цифровые гуманитарные науки отличаются от цифровой истории. Потому что в каждой научной дисциплине есть своя специфика, свое понимание источников, результатов, обоснованности выводов и так далее. К счастью, в прошлом году в Сибирском федеральном университете в Красноярске на русском языке вышла хрестоматия, это перевод, цифровые гуманитарные науки, это называется в оригинале Digital Humanities Reader, он доступен, и вы можете его на сайте библиотеки СФУ загрузить в PDF, и этот перевод как раз отражает то удивительное разнообразие определений, подходов и понимания того, что такое цифровые гуманитарные науки, которые сегодня существуют в мире. Заметим, что это направление сегодня имеет много активных участников, потому что ежегодно проходят конгрессы Digital Humanities, например, в этом году будет он в Мексике, в следующем году будет в Нидерландах, и ежегодно такого рода конгрессы собирают буквально тысячи исследователей со всего мира, которые очень по-разному применяют цифровые источники для получения гуманитарных исследовательских результатов и выводов. И это бесспорный тренд, который сегодня позволяет нам несколько по-новому взглянуть на то, как мы относимся к найденному в цифре, и почему то, что существует уже в электронном варианте, обычно позволяет нам создавать новые по типу исследования, подходить к ним уже процедурно иначе, чем, допустим, привычными методами просмотра и чтения. Какие основные изменения мы видим на протяжении последнего периода становления этих цифровых гуманитарных наук или директоров гуманитис? На мой взгляд, своего рода такими важными двумя точками является 2004 год, о котором мы уже сказали, это появление первого компаньона цифровых гуманитарных наук, и 2016 год, когда появился новый компаньон по цифровым гуманитарным наукам под редакцией тоже троицы исследователей, и они попытались показать, в чём кардинальные изменения, произошедшие за вот эти вот дюжину лет с 2004 года. На что здесь следует обратить внимание? Первая дискуссия, связанная с тем, является ли директор хуманитис направлению, или это своего рода россыпь разных методов? Надо заметить, что, наверное, правильный ответ, если посмотреть на современный научный ландшафт, скорее заключается в том, что это весьма актуальная и быстро развивающаяся область знаний. Хотя россыпь методов присутствует, но даже если мы говорим о россыпи методов, мы должны понимать, что они крайне по-разному, одни и те же методы, например, электронные и географические информационные системы, очень по-разному применяются в разных гуманитарных дисциплинах. Другой вопрос заключался в том, почему в англоязычной литературе постепенно стали отказываться от слова «компьютинг» в научной литературе, и «humanитис-компьютинг» постепенно был вытеснен понятием «digital humanities». Сами исследователи в новом компаньоне 2016 года пишут об этом как о выходе на самостоятельную траекторию развития. Потому что, я думаю, что ни для кого не секрет, что очень часто применяющий компьютер в гуманитарных науках специалисты оказывались на своих факультетах часто в роли службы технической поддержки, помогая всем в той или иной степени осваивать новые программы и технологии. Идея «digital humanities» в англоязычной литературе, которая постепенно заимствуется, в том числе и в России, связана с тем, что это самостоятельная исследовательская повестка дня, которая связана с постановкой новых вопросов к большим базам данных, к иногда разнородным, сложным, не структурированным данным. И с точки зрения развития это, конечно, чаще всего описывается в литературе с помощью понятия цифровой поворот. Если мы вот посмотрим на эту известную и давно гуляющую по интернету картинку, то логика цифрового поворота связана как раз с тем, что объем того, что хранится в цифре, становится все более значимым и преобладающим. Но вопрос ведь в том, в состоянии ли мы с этим исследовательски работать, задавать правильные вопросы и уметь находить ответы с помощью каких-то компьютерных технологий, результаты, которые были бы верифицируемы с помощью, например, тех самых компьютерных алгоритмов, нейросетей, сетевого анализа и так далее. И в связи с этим в том же самом компаньоне по цифровым гуманитарным наукам новом 16-го года есть интересное рассуждение, что цифра постепенно станет полеоназмом, то есть излишним определением, потому что с точки зрения современных сторонников цифровых гуманитарных наук есть ощущение, что уже через ближайшие 10-15 лет речь не будет идти о digital humanities, речь будет идти о humanities, то есть о гуманитарных науках, которые уже будут полностью или в большинстве своим дигитализированы. И это весьма интересная перспектива, в том числе и потому, что в разных странах она воспринимается по-разному и иногда весьма в штыки. Если посмотреть на логику развития цифровых подходов в гуманитарных науках, то было несколько важных шагов. Все началось условно, если не брать эпоху больших таблиц, то уже 90-е годы начались баз данных, которые постепенно стали распространяться в пространство и превращаться в ГИСы, географические информационные системы. После этого стали появляться полнотекстовые коллекции, с которыми стали работать. А после них стали появляться уже реконструкции, виртуальные, 3D, дополненные реальности и так далее. Но что мне кажется существенным для современного этапа развития, то, что в литературе описывается как переход от моего к нашему, то есть переход от моей базы данных к нашей платформе, которая требует стандартов, некоторого общего подхода и используется многими пользователями. И если посмотреть на логику развития, то получается, что гуманитарные науки сначала освоили структуризацию информации, потом ее распределение на карту или картографирование информации, после этого реконструкции уже затронули пространство, и сегодня они вышли онлайн для того, чтобы создавать самые разные онлайн-платформы, гарантирующие, допустим, коллективный доступ, коллективное использование, иногда коллективную работу. Сегодня есть много разных книг, написанных по Digital Humanities. Если вы посмотрите подборки, то в некоторые годы выходят по три десятка книг, где только Digital Humanities есть в заголовке, не говоря о том, сколько их, где Digital Humanities есть внутри. Но я бы обратил внимание сейчас на две, которые связаны не с какими-то теоретическими дебатами, а описывают те возможности, которые технологически гуманитарии сегодня могут использовать. Это Digital Humanities in Practice и Advancing Digital Humanities. Если вы подумаете, что пора бы использовать что-то из инструментарий цифровых гуманитарных наук, то мне кажется, что эти две книги, которые в той или иной степени можно найти на просторах интернета, помогут вам в практическом освоении тех разных и весьма неоднородных с точки зрения возможных результатов инструментов, которые сегодня применяются в цифровой гуманитаристике. Что существенно? То, что сегодня цифровая гуманитаристика по-новому рассматривает вообще проблему оцифровки, потому что оцифровка рассматривается не как копирование, а как информационное моделирование. И чем точнее оказывается эта информационная модель, чем она разнообразнее, но хотя она все равно остается моделью, потому что так или иначе какие-то свойства ее не соответствуют полному объекту из реальности, тем не менее, получается, что у нас есть отдельно образ, отдельно его закодированная сущность, это может быть не обязательно только текст, это может быть объект, и в итоге любой объект превращается в своего рода информационную систему, с которой уже можно наработать и задавать ей запросы, получать результаты и на основании этих результатов приходить к каким-то выводам. поэтому мне кажется важно понимать, что когда мы говорим о цифровом повороте, мы говорим не просто о том, что, скажем, аналоговое изображение превращается в цифровое, и мы его можем видеть с помощью устройства на каком-то экране. речь в том, что цифровизация в идеале и в гуманитарных науках за этим сейчас активно следят, развивая стандарты оцифровки, должна превращаться в самостоятельную информационную систему, предоставляющую много дополнительной информации, а не только образ, которому мы уже привыкли, работая в, скажем, онлайн-библиотеках. Одна из главных задач сегодня состоит в том, в какой степени можно на основе гуманитарных источников создавать платформы, которые будут привлекать многих пользователей, и эти пользователи в состоянии будут достаточно самостоятельно осваивать возможности этих платформ и привносить постоянно вклад в работу с самыми разными источниками, будь то историческими, лингвистическими или какими-нибудь другими. В качестве примера я хочу обратить ваше внимание на несколько интересных проектов, в том числе на мой взгляд один из самых интересных сегодня онлайн проектов, где принимают многие участия, то есть это так сказать краудсорсинг, определенный в исследованиях и лингвистических и исторических, это проект прожиток, где личные дневники в электронном корпусе собираются по дате, по персоналию, и вы обращаясь к этому проекту можете понять, что наполняя такого рода платформу, она достаточно быстро становится исследовательской и задавая любую дату, вы в состоянии найти например большую подборку записей, которые отражают конкретный день в конкретном году. и если так, то получается, что исследовательская перспектива постепенно начинает смещаться и речь мы уже начинаем вести о том, что мы работаем по сути с тем, что часто еще с советских времен в наших гуманитарных науках называлось массовыми источниками, то есть то, что мы делаем путем выборки в базе данных. И этот подход крайне интересен тем, что иногда оказывается, что мы видим в цифровых гуманитарных науках тот край, где у нас не хватает уже физических сил для освоения такого рода материалов, и значит нам необходим какой-то инструмент или необходим какой-то алгоритм. И тем самым вызов времени в том и состоит, что если перед вами 10 тысяч записей, то в состоянии ли вы их освоить просто чтением, или вам необходимо применять методы текстуального анализа или допустим построение сетевых взаимосвязей между ключевыми словами или используют метод тематического моделирования, который сегодня в лингвистике крайне популярен. При этом получается, что такого рода источники это далеко не единственный пример, просто мне кажется он достаточно наглядный и интересный, вы в состоянии работать с первоисточником с самых разных точек зрения, потому что проектом прожито пользуются и историки, и лингвисты, и философы, специалисты из самых разных областей. Все доступно онлайн и совсем можно работать по самым разным критериям выборки. Другой важный с точки зрения развития цифровых гуманитарных наук проект это конечно проект Transcribe Бентом который стал своего рода пилотным для нового понимания платформы как место для работы с текстами. Бентом оставил большой архив который в простой ситуации исследователи могли изучать десятилетиями но задача была построена как раз на логике цифровых гуманитарных наук когда стало ясно что необходимо использовать людей которые заинтересованы например в чтении и установлении текста на основе отсканированных первоисточников и была создана платформа которая сегодня часто используется и в других ресурсах это специальное средство для установления текста как видите справа у вас оригинальный текст который вы можете увеличивать с помощью электронной лупы а слева у вас с помощью специального достаточно простого кода который в среднем пользователи осваивали минут за 30 вы пишете то что вам кажется написано от руки и установление текста таким образом занимает достаточно небольшое количество времени при этом для того чтобы избежать возможных простых ошибок один и тот же документ дается нескольким пользователям и такого рода подход автоматизированный к историческим источникам как раз и мне кажется отражает то что мы сегодня называем датификацией то есть попыткой произвести данные из образов и в итоге складывается информационная система с которой можно работать любому исследователю задавать самостоятельные вопросы и искать ответы на них в большой уже базе данных похожий проект есть и в России это достаточно известный проект весь толстой в один клик когда с помощью участия большого количества волонтеров удалось создать так называемое полное электронное собрание документов и получается что современный переход это как раз картинка взята из описания проекта толстой в один клик создает то что надо называть семантическим изданием потому что семантическое издание это примерно такой же переход как простое кодирование в html в начале 90-х годов к тому что тим бернус ли стал называть семантическим вебом в надежде на то что можно увидеть семантические взаимосвязи в описании ну и вот например если мы с вами смотрим на эталонное электронное издание толстого то у него помимо 90 томов собственно произведения есть 91 том указатель если будет время советую вам как-нибудь на него посмотреть и увидеть что из простого указателя можно быстро и с помощью технологии сетевого анализа построить граф граф который будет указывать на совместные упоминания в разных произведениях разных персонажей таким образом получается что указатель которому мы даже вполне себе привыкли и в аналоговом мире представляя себе разнообразные именные географические и прочие указатели в конце научных академических изданий сегодня могут заработать как раз благодаря развивающимся в digital humanities направлении методов и инструментов вместе с тем если мы задаемся вопросом в какой степени здесь работает междисциплинарность то конечно главное на что надо обратить внимание что междисциплинарность здесь это взаимодействие с информационными технологиями разные дисциплины в разной степени взаимодействуют с информационными технологиями по простой причине потому что количество источников оцифрованных скажем для лингвистов оказывается куда больше чем для историков потому что художественная литература куда лучше оцифрована в целом если брать генеральную совокупность чем скажем исторические архивы и таким образом получается что есть разница в том насколько велик архив цифровых данных чтобы с ним работать тем не менее некоторые области как например антропология или археология создают огромное количество цифровой информации просто в процессе исследований потому что скажем там описание раскопов или сбор полевой информации сегодня в большинстве случаев становится полностью цифровым в связи с этим хочется обратить внимание на несколько книг которые на мой взгляд могут пригодиться одна из них это книга Льва Мановича язык новых медиа к счастью она буквально недавно издана на русском языке так что ее можно прочесть не только в оригинале но и по-русски эта книга описывающая те возможности которые собственно новые медиа нам дают но с другой стороны есть не менее интересное недавнее исследование Мановича которое называется Software Takes Command где речь идет о том в какой степени мы оказываемся зависимы от того программного обеспечения которым пользуемся но в качестве простого примера мы понимаем что скажем возможности редактирования изображения в какой-нибудь программе Paint и Photoshop очень разные и тем самым количество сохраненной информации тоже может быть оказаться может оказаться крайне разным и раз так то мы обращаемся к двум ключевым подходам которые сегодня дебатируются в цифровых гуманитарных науках с одной стороны это подход касающийся больших данных и как пример привожу книгу Петрига Мэнинга известного американского историка исследователя миграции которая называется Big Data in History где он пытается осмыслить те сложности связанные с использованием протобольших данных потому что очевидно что потоковые большие данные касаются только уже современности в исторических исследованиях и с другой стороны я хотел бы посоветовать если будет желание обратиться к переводу книги которая называется дальние чтения по-русски или по-английски называется Distant Reading Автор ее Франко Моретти один из выдающихся представителей Digital Humanities и мне кажется существенно то что он один из тех кто тоже говорит о том что можно считать что Digital Humanities не существует надо понимать что главное что существует такого рода исследование и он ввел в мировую науку понятие Distant Reading или дальние чтения которое предполагает что гуманитарий сегодня находится постоянно в ситуации выбора когда он должен выбрать либо близкое чтение или Close Reading привычное нам когда мы должны прочесть текст от начала и до конца или изучить изображение во всех деталях собственными глазами и дальние чтения Distant Reading когда мы понимаем что скажем корпус текстов которые мы должны изучать оказывается куда больше наших физических возможностей и если так то мы должны придумать алгоритм или рассмотреть возможные пути автоматизации работы с такого рода большими корпусами источников и он сам проводит немало таких исследований которые в том числе являются примерами в книге дальнее чтение которая теперь к счастью доступна на русском языке итак если подводить некоторые итоги связанные с тем что сегодня понимается в международной науке и постепенно в отечественной науке под диресту химентис то мы увидим несколько важных моментов что все больше исследователи начинают работать с данными которые специальным образом оцифрованы и в идеале представляют собой самостоятельные информационные системы поэтому в современных исследованиях очень часто различают дейта данные которые допустим доступны для скачивания и вы их получили скажем из какой-то библиотеки или из архива какого-то электронного ресурса и кепта это то что вы собрали сами потому что сбор самостоятельных данных сегодня становится очень важным элементом ровно как и оцифровка очень часто проводится исследователями самостоятельно или по крайней мере скажем установление текстов и распознавание текстов по образам также происходит силы исследователей вместе с тем конечно есть весьма широкий арсенал компьютерных методов от баз данных до виртуальной реальности чтобы оценить такого рода арсенал я советую вам заглянуть в программу любого из последних конгрессов Digital Humanities и посмотреть на название десятков секций которые очень часто связаны именно с конкретными инструментами представления аналитических инструментов гуманитарного станет ну и конечно тоже немаловажно то что сегодня постепенно все большую роль играет представление результатов онлайн причем если мы уже все привыкли к сайтам электронным ресурсам то сегодня все чаще можно встретить программные продукты приложения и прочие варианты использования гуманитарных данных для исследовательских или образовательных целей что становится весьма характерной чертой для развития направления вместе с этим надо заметить что в организации исследований в контексте Digital Humanities появляются тоже несколько важных отличительных свойств в первую очередь это проектный подход который связан с тем что во многих исследованиях невозможно обойтись одним или парой исследователей и во всех больших проектах работают группами что заметим для гуманитарного знания не так привычно потому что классическая модель что гуманитарий пишет самостоятельную монографию она во всей мировой науке еще сохраняется и как раз подход Digital Humanities в данном случае выглядит как своего рода вызов вместе с тем разнообразное сотрудничество как раз позволяет увидеть плоды междисциплинарности в конкретных исследованиях потому что не секрет что очень часто междисциплинарность на многих языках произносящиеся очень часто оказывается скорее лозунгом чем практикой цифровые проекты как раз позволяют поскольку не требует много времени для встреч и требуют платформы на которой можно работать объединить специалистов из разных дисциплин из лингвистики истории философии антропологии специалистов узких по эпиграфике сфрагистики и прочим дисциплинам которые могут внести свой вклад именно за счет того что платформа позволяет увидеть разнообразие источников и те которые интересно их оценить и описать или помочь в атрибуции с другой стороны конечно основная сложность и место по которому критики всегда наносят атаки это то что это ингломерат дисциплин и в общем это не определенное исследовательское поле да это все новые и новые варианты меж интер транс дисциплинарности и прочих взаимодействий в современной международной науке и конечно не менее важно заметить что в англоязычном мире это стало полезным брендом с которым многие как раз борются потому что считают его больше брендом чем подходом если вы посмотрите на логику развития центров Digital Humanities то за последние 10 лет их появились сотни по всему миру в Томском государственном университете есть специальная карта центров Digital Humanities можно посмотреть на логику развития этого подхода и конечно у такого полезного бренда который стал получать разнообразные финансирования по крайней мере в Штатах и в Западной Европе есть и очевидные минусы связанные с тем что стали образовываться департаменты сливающиеся из разных гуманитарных дисциплин превращаясь в центры цифровых гуманитарных дисциплин но это тоже достаточно очевидный тренд связанный с проблемой финансирования гуманитарных исследований далеко не только в России но и во всем мире таким образом если посмотреть на современное положение дел то констатирующая часть состоит в том что директор химанитар становится своего рода такой платформой для сотрудничества которая с одной стороны имеет программу а с другой стороны технологию и основная программа заключается в масштабной оцифровке технология в новых разнообразных возможностях хранения и анализа как структурированных так и слабо структурированных так и не структурированных данных для гуманитарных исследований и для получения новых результатов и новых выводов используя цифровые комплексы источников спасибо большое если есть вопросы за оставшееся время я могу на них ответить так язык новых медиа был представлен совсем недавно на русском языке если я не ошибаюсь то она эта книга была издана в издательстве от маргином но при желании вы можете по крайней мере частично перевод найти онлайн вот с другой стороны есть возможность и увидеть цифровую книгу в электронном виде на сайте самого мановича она там доступна на английском есть ли еще вопросы и Я сейчас в чат отправлю информацию о презентации книги, которая была на журфаке МГУ. Сегодня достаточно много конкретных примеров, это отдельный разговор, но есть большие направления, связанные с созданием баз данных, созданием географических информационных систем, созданием 3D-реконструкций и использованием сетевого анализа. Если интересно, то я вам советую зайти на сайт кафедры исторической информатики МГУ, где можно увидеть немало проектов, которые, в общем, так или иначе укладываются в подход к действиям фиманализма. Я думаю, что касательно инструментария речь идет все-таки о том, какая решается проблема, потому что нет универсального инструмента для решения всех гуманитарных задач. Хотя, конечно, все надеются на такого рода панацею, но я бы не сказал, что даже искусственный интеллект пока способен реализовать многие из этих задач. То есть есть, я бы сказал, наверное, 5 или, может быть, 7 ключевых технологий, которые сегодня гарантированно приводят к интересным результатам, из которых надо уметь сделать выводы. И, наверное, из самых популярных, судя по крайней мере по конгрессам Digital Humans, является сетевой анализ, потому что он позволяет выявить взаимодействие, ну, как сказать, несколько нетривиальное. Да, с другой стороны, есть много формализованных подходов, которые мы знаем с 70-х годов, и они тоже гарантируют интересные результаты, по крайней мере, мы понимаем пропорции взаимодействий. И какой-нибудь классический контент-анализ тоже при условии, что он в состоянии, скажем, улавливать оценки, он дает крайне интересные и разнообразные результаты. Главная проблема, которая в гуманитарных науках сегодня существует, как раз связана с тем, каким образом подобрать цифровые источники, на основе которых будет проведен тот или иной анализ. Возможно ли их распределить по, скажем, по карте, тогда имеет смысл использовать GIS-технологии или нет. Есть достаточно много готовых инструментов по, скажем, разметке текстов. Есть тонкости, связанные с тем, в какой степени разметка успешно делает, скажем, по-английски и по-русски, потому что результат всегда неоднозначный здесь. То есть это зависит от конкретного инструмента. Но, тем не менее, автоматизация сегодня куда выше, чем еще 10 лет назад. И самых разнообразных ботов делают для самых разных гуманитарных задач. Да, конечно, IT-компетенции введены в образовательные программы МГУ. Обязательно есть общие курсы информационных технологий и для бакалавров, и для магистров. Есть курс информатика и математика, который содержит как полноценный курс информационных технологий, так и курс прикладных статистических методов. Он обязательно читается всем студентам-историкам на втором курсе. Все желающие могут пройти спецкурсы от систем управления базами данных до контент-анализа основ алгоритмизации и 3D-реконструкции объектов историко-культурного наследия. Если вдруг потребуются какие-то сноски, ссылки, вы не стесняйтесь, можете мне написать на почту. Она есть в моем профиле на сайте ИСТФАКа, и я постараюсь более-менее оперативно отозваться. Ну что, спасибо всем тогда. Рад был принять участие в вебинаре. Уважаемые коллеги, уважаемый Андрей, спасибо огромное. С удовольствием прослушал вебинар. Узнал для себя много общего, по крайней мере, в части системной. Конечно, очень интересная тема, и сам я этим занимался достаточно подробно. Правда, не совсем в научном ключе, скорее в практическом. Но вот такой системный, систематический подход, узнать про него было очень интересно. И я надеюсь, что тем, кто сегодня пришел, не пожалели. Коллеги, я также благодарю всех, кто сегодня принимал активное участие в нашем вебинаре. Напоминаю, что наши вебинары проводятся практически каждый день на протяжении всего учебного года. Приходите к нам на новые вебинары, будет интересно. Ну, а Андрей сказал, где его найти, если это будет необходимо. Я надеюсь, Андрей, мы еще будем каким-то образом сотрудничать. Это чрезвычайно интересный человек, которого служить большое удовольствие. Добро пожаловать на наши новые вебинары. А на сегодня до свидания, до новых встреч в Директ Академии. До свидания. Продолжение следует...